Дорогие друзья, дорогие любители лыжного спорта, мы рады приветствовать вас вновь на этапах Кубка мира по лыжным гонкам, а в частности, второй этап многодневки тур-дески. Вчера спортсмены взяли старт в швейцарском Лензархайде, сегодня второй день соревнований, и спортсмены будут выявлять сильнейшего в 15-километровой классической гонке с раздельного старта. Девушки часом ранее выясняли сильнейшие на 10-километровой дистанции, наши девушки выступили довольно успешно, и можем поздравить Наталью Непряеву с первым подиумом в этом сезоне. Мы видим прекрасные панорамы швейцарских Альп, и погода здесь, как и обычно в горах, очень переменчивая. Вчера была прекрасная погода, светило солнышко, многие спортсмены даже говорили, что было жарко. Сегодня же огромными хлопьями, почти стеной, идет снег, который явно затрудняет погоду и работу нашим сервис-бригадам. В горах выступать всегда довольно сложно, трудно. Это влияет на функциональное состояние спортсменов. Тех спортсменов, которые еще не настолько стабильны в своих результатах, здесь чувствуют себя не очень комфортно. Но уверен, что наши ребята и девчонки будут набирать форму по ходу этой многодневки с главной целью впереди – это Олимпийские игры. На наших экранах мы видим, как сервис-бригады и лыжники до конца пытаются разобраться, на чем же бежать, какую пару лыж выбрать, какую смазку. Потому что погода переменчивая, и в последний момент может снег смениться дождем. Напомню, что погода плюсовая. Это кардинально повлияет на выбор смазки, на выбор лыж и может как похоронить ваши шансы на успех, так и наоборот из аутсайдера сделать фаворитом. Сейчас мы смотрим небольшое интервью одного из организаторов, этапа Кубка мира в Лензе Хайде, этапа технического делегата, одного из этапов тур-дески. Жюри в этом году вернуло индивидуальный старт с раздельного старта у мужчин. 15 километров. И, конечно, очень много зависит от рельефа трассы, от погодных условий, какую стиль выберут передвижения спортсмены. Будет это дабл-пулинг или традиционная классика, но ФИС уже много лет борется с дабл-пулингом, с прохождением спортсменами. Только одновременными ходами и выставляют различные искусственные преграды. Несколько слов о разметке трассы, где вводятся какие ограничения, используется различная разметка, различные билборды, различные треугольники. И это позволяет спортсменам по ходу гонки даже на высоком пульсе разбираться, где и как идти. Действительно, к организаторам предъявляются большие требования, особенно в классических дистанциях. Необходим большой перепад высот и специальная разметка трассы, которая запрещает спортсменам использовать дабл-пулинг. Стеной идет снегопад, и это значит, что спортсменам сегодня предстоит очень трудная гонка, 15-километровая. Раньше это считалось спринтом, однако сейчас 15-километров это такая стаерская дистанция, на которой каждый дистанционщик или универсал может попробовать себя и продемонстрировать лучшие качества. 105 спортсменов-мужчин сегодня выйдут на старт, и из них 9 россиян. Группа сильнейших расположилась примерно после 23-го номера и закончится Юханнесом Клэба под 42-м номером. Начальником дистанции, так называют спортсмена, который выходит сегодня под первым номером, будет испанец Имманол Роха, опытный спортсмен. Однако не блиставший и не снискавший славы в лыжных гонках, сегодня явно будет испытывать трудности в связи с тем, что 30-минутный перерыв между женскими состязаниями и мужскими. Снег не прекращался, и спортсменам будет трудно первым номерам преодолевать, особенно первый круг, первый 5-километровый круг. Они будут выполнять роль прокладчиков для спортсменов, стартующих позади. На наших экранах Дарьо Колония, четырехкратный олимпийский чемпион, который выступает у себя дома в Швейцарии и уверен, сегодня будет явно испытывать большую поддержку болельщиков и наслаждаться гонкой. Напомним, что это последний сезон для Дарьи. Он объявил об уходе из большого спорта и спорта высших достижений Кубка мира, однако уверен, продолжит свою карьеру, может быть, в марафонских гонках или в каком-то другом статусе лыжных гонок. Да, мы видим, что снег не прекращается, а только усиливается. Прогноз погоды был таков, что снег к мужской части сегодняшних соревнований начнет усиливаться, и сложности с выбором смазки добавятся только. Но, так как после женского забега было мало времени, мы уверены, что тот выбор, тот вариант, который сделали наша сервис-бригада на женскую гонку, останется и на мужскую. К тому же мы видели, что Наталья Непряева на финишной части гонки, 10-километровой гонки, где она заняла сегодня высокое третье место, отыграла много секунд у шведских лыжниц и у своих конкуренток, что означает, что выбор смазки и выбор лыж сегодня был сделан правильно. В такую погоду хочется рассказать особенности работы лыжи, особенности подготовки, гонки. Так как идет свежий снег в плюсовую погоду, обычные мази держания создадут помехи в виде налипнувшего снега на колодку. Это середина лыжи, где наносится мазь держания и несколько лет назад, а возможно десятилетия назад, были созданы, придуманы лыжи, которые называются Zero или No Wax. Узко-профильные и редко используемые лыжи, которые используются как раз в плюсовую, около нулевую погоду при свежеидущем снеге, при падающем снеге. На такую пару лыж не наносится никакая мазь. Используется только наждачная бумага, однако тоже она может использоваться разной глубины, но вот тут выбор уже сервис-бригад. И такую пару лыж просто зашкуривают, как говорится, и спортсмены без какой-либо мази держания выходят на старт. Не происходит проблем с налипанием снега на колодку и вариант более уверенный. Однако, если по ходу гонки снег прекращается, лыжня начинает глинцеваться, проблемы с держанием тогда начинаются у всех спортсменов. Но прогноз погоды таков, что снег сегодня в процессе всей гонки обещает быть. Поэтому уверен, что 99% всех вышедших сегодня на старт спортсменов выбрали именно такие варианты со смазкой. Четвертый номер уже на наших экранах. Французский лыжник Жюля Лапьер. Пока что не звезда, но молодой талант из Франции. Напомню, что во вчерашней спринтерской гонке двое французов поднялись на подиум. Второе и третье место у Ришара Жува и Луки Шанова соответственно. Опередить их сумел только непобедимый в спринтах, особенно в коньковых дисциплинах, Юханес Клэба. Лидер общего зачета и лидер тур-дески. Уверенно вчера одержал победу. Но то были спринты коньковым стилем, на очень динамичной и короткой дистанции. Сегодня же совсем иная гонка. Снегопад 15 километров по тяжелейшей трассе. В условиях высокогорья, среднегорья. Старт примерно на уровне 1390 метров над уровнем моря. Затем спортсмены преодолевают почти полутора километровый затяжной подъем. Поднимаются практически на 60 метров по вертикали. Затем спускаются и уходят на второй длинный затяжной подъем. После чего с третьего по пятый километр довольно легкая часть дистанции, больше спусковая. Где сегодня Наталья Непряева отыграла очень много секунд у своих соперниц. Что еще раз в пользу наших сервис-бригады заставляет высказываться очень лестно. Посмотрите, очень много метров дистанции преодолевает дабл-пуллингом или одновременным бесшажным ходом. Немецкий лыжник Андреас Кац. В такую погоду я уверен, что некоторые спортсменов хотели бы даже попробовать вариант дабл-пуллинга, которым пользуются многие марафонцы, особенно серийский классикс. Но таковы правила ФИС, что специальные зоны, где запрещено отталкивание двумя палками, существуют на каждой трассе, где спортсмены соревнуются классическим стилем. И это сильно усложняет такой вариант прохождения гонки. А к тому же очень крутые подъемы, где спортсменам придется выходить из лыжни и преодолевать их елочкой. И сегодня, уверен, отметают все сомнения в пользу дабл-пуллинга. Много швейцарских спортсменов выйдут на старт. Это связано с тем, что страна, проводящая этап Кубка мира, имеет специальную дополнительную квоту. Национальная группа называется. Это несколько человек, которые плюс к максимальному количеству спортсменов, которые имеет страна на каждом Кубке мира, заявлять, может выставить молодых перспективных лыжников, которые могут попробовать себя на мировой арене в конкуренции высочайшей и самой, что ни на есть, интересной борьбе. Напомню, что в этом году финал Кубка мира пройдет у нас в Тюмени. И это значит, что несколько молодых спортсменов, которые не сумели отобраться в состав сборной команды на Кубке мира в начале сезона, получат это право в завершении сезона и попробуют себя уже на высшем свете лыжных гонок. Сейчас мы уйдем на небольшую паузу, вернемся совсем скоро и продолжим наблюдать, как лучшие лыжники планеты соревнуются на 15-километровой гонке классическим стилем. А я напоминаю, букмекер Париматч дарит фрибет 1000 рублей. Устанавливайте мобильное приложение Париматч и получите фрибет 1000 рублей на свою первую ставку. Со старта ушел Калли Хаверсон, известный многим своими болезнями по ходу сезона, различными причинами, почему у него не получается столь высокие результаты, какие от него ждут шведские болельщики. Явный лидер шведских лыжных гонок мужской ее части. Последние два сезона явно оказываются у него провальными. Начало сезона также не задалось у Калли, однако он вышел на старт этой многодневки в надежде, что с каждым стартом он, с каждой гонкой он будет набирать свою физическую форму. С этим же расчетом и Александр Большунов, победитель двух последних сезонов общего зачета, в их принимает участие в многодневке турдески. И мы верим в то, что Александр настолько силен, что даже эти шесть гонок в течение чуть более недели не помешают ему оптимально себя чувствовать на Олимпийских играх в Пекине, которые уже совсем близко. Хочется также отметить, что сегодняшняя гонка, 15-километровая мужская у мужчин, является последним отборочным шансом для тех, кто не сумел еще заполучить заветную путевку на Олимпийские игры в составе сборной команды России. Ведь именно в Лензахаге, как объявляла раньше президент Федерации лыжных гонок России Елена Валерьевна Вяльбе, завершается весь отбор, и после новогодних праздников будет объявлен окончательный состав Олимпийской сборной России по лыжным гонкам. Напоминаю, что в этом сезоне на эти Олимпийские игры сильно урезали квоту, максимально допустимую квоту лыжников от каждой страны, и теперь только 8 мужчин и 8 женщин может поехать на Олимпийские игры. В прошлые годы это было до 10 человек, еще ранее по 12, но вот жесткий режим и ограничения со стороны Международного Олимпийского комитета вынуждают большие сборные с большой скамейкой запасных к сожалению, выбирать уже в декабре месяце тех, кто побежит в феврале на главном старте 4-летия. По этой же причине наш прославленный и уже титулованный лыжник Глеб Ретивых лишился шансов поехать на Олимпийские игры. Президент Федерации лыжных гонок России уже отметила, отметила то, что вчера последний шанс у Глеба был завоевать путевку, запрыгнуть в последний уходящий поезд, но для этого нужно было Глебу выигрывать или попадать минимум в тройку сильнейших. К сожалению, Глеб остановился на стадии полуфинала, занял 12 место, и на этом его шансы завершились. Александр Терентьев поедет туда как чистый спринтер в надежде максимум выступить в трех гонках. Это спринт индивидуальный, спринт команды, и возможно он поможет даже нашей команде в эстафете 4 по 10 километров. Ранее он уже показывал в Релихамере свой класс на коротких дистанционных гонках. А на наших экранах Франческо де Фабиани, итальянский лыжник, который прекрасно выступает на дистанционных гонках классическим стилем, и в этом сезоне он тренировался под руководством Маркуса Крамера, тренера одной из групп российской сборной. Тренировались с Федерико Пеллегрино, вместе они, вместе с Сергеем Устюговым, Глебом Рядиевым, Евгением Беловым и Юлией Ступак, и также еще многими нашими известными лыжниками. Гидрик Тонсет. Прекрасный спортсмен, чемпион мира, олимпийский чемпион из Норвегии. Пожалуй, лучший бегун среди лыжников. Чемпион Норвегии в шоссейном кроссе. Ездил на чемпионат Европы по кроссу. Там, конечно, не снискал больших наград, но, тем не менее, бегает он отменно. А классическая гонка по такой погоде, когда лыжни уже практически нет. Мы видим только две канавы, можно сказать, под каждой из ног у спортсменов. Больше похоже на бег на лыжах, чем на какой-то классический красивый ход. Поэтому у Дидрика Тонсента сегодня отличные шансы. Как мы видели ранее, женщины сегодня очень часто выходили из лыжни, либо бежали в лыжне бегом, потому что оттолкнуться полноценно сегодня довольно трудно. Видим, как крутые подъемы. Спортсмен под 26-м номером Михаил Новак, отличавшийся в этом сезоне уже довольно высокими местами. И мы помним его по старту сезона в Кусама, где он единственный нарезал борьбу нашим спортсменам. Первый небольшой подъемчик он преодолел, отталкиваясь только руками. Что говорит о том, что спортсмены делают ставку все-таки на скольжение и короткий беговой вариант крутые подъемы. Йонес Бауман из Швейцарии проходит первую отсечку, 2 километра 400 метров. Она же является бонусной, где спортсмены получают, нет, не бонусные очки и не какие-то дополнительные призовые деньги. Но на турдеске самое важное – это время, секунды, за которые борются спортсмены на каждой из дистанций, и дополнительные 15 секунд. Минус к вашему времени получит победитель на первой отсечке 2 километра 400 метров. На наших экранах Артем Мальцев. Первый из стартующих, а второй уже из стартующих россиян. Перед ним Илья Семиков ушел на дистанцию. Мы верим в Артема, который официально еще не получил статус квалифицированного на Олимпийские игры, и пожелаем ему удачи в сегодняшней гонке. Кали Халварсен подходит к отсечке 2 километра 400 метров. Подсмотрим, как задалось начало гонки у шведского быстроногого спортсмена. Напомним, что у Кали Халварсена имеется в активе 3 победы на этапах Кубка мира. Довольно хорошие успехи на многодневкий тур Дески, однако это все было 2-3 года назад. Возможно, Кали сделал ставку на февраль месяц, и так как в шведской сборной, мужской ее части, сейчас наблюдается заметный спад в результатах, конкуренция очень низкая, Кали уверен, что место сборной у него уже в руках, и готовится целенаправленно к февралю. Иван Якимушкин отправился на дистанцию под 31 номером, представитель Тюменской области. Вслед за ним Алексей Червоткин, 26-летний спортсмен, представляющий Москву. Имеет 3 подиума на Кубках мира, и на 15-километровой дистанции в начале сезона в Кусомо он занял высокое второе место, что позволило ему квалифицироваться на Олимпийские игры. Пекин, поэтому для Алексея сегодня психологического давления не стоит, но хорошую гонку провести он хочет. А следом за ним отправляется по 33-м номерам четырехкратный олимпийский чемпион и четырехкратный победитель тур-дески Дарио Колонья. И эти четыре золотых медали на Олимпийских играх Дарио завоевал все в индивидуальных гонках. Аплодируем стоя этому великому швейцарскому лыжнику. И хочется отметить, что из четырех золотых медалей три на дистанциях 15 километров с раздельным стартом, которые как раз сегодня и проходят перед нами. Посмотрите, что шведский лыжник сейчас проходит, как я уже говорил, дабл-пулингом или отталкиваясь только руками, одновременным бесшажным ходом. И в подъем он заметно уступает своим соперникам. Однако есть предположение, что на спусковой и равнинной части он будет отыгрывать. Посмотрим, кто-то из лидеров будет ли использовать. Вот шведский, один из шведских спортсменов решился на такой довольно сомнительный шаг. Денис Спецов по 35 номерам, 25-летний спортсмен, представляющий Тименскую область. Один из тех, для кого это последний шанс показать себя. Не с самого начала сезона он имел возможность выступать на Кубках мира, однако довольно неплохо подемонстрировал себя на этапе Кубка мира в Давосе и в горах. Вообще Денис чувствует себя прекрасно. Напоминаю, что Денис является мультимедалистом в последних Олимпийских играх в Пхенчане 2018 года. Иван Искадин, победитель 15-километровой гонки в Финляндии на этапе Кубка мира в Кусама. Победитель многих классических раздельных гонок и сегодня он будет чувствовать себя в своей тарелке. Это любимая, излюбленная для него дистанция. И излюбленный вид и стиль хода. Эндрю Мазгрейв приближается к отметке промежуточной 2 километра 400 метров. Пока что лидером является Янос Брюкер. На дистанцию отправился Эмиль Иверсон, чемпион мира 2021 года в той самой гонке, марафоне, где мы помним драматичным образом была развязка дистанции на финише между Йоханнесом Клэбом и Александром Большуновым. В итоге Александр Большунов сломал палку. Йоханнеса Клэба дисквалифицировали, а при приехавшей следом за ними Эмиль Иверсон получил золотую медаль. Шюрлёте, 33-летний норвежский лыжник, чемпион мира 2019 года в Скиатлоне. Любит больше коньковые дистанции, однако и в классических он зачастую демонстрирует высокие скорости. Что не норвежец, то претендент на высокие места и конкуренция в норвежской сборной за путёвки на Олимпийские игры также высока. Уверен, что также и в этой скандинавской стране вот-вот уже заканчивается отбор и некий дедлайн для отбора на Олимпийские игры. А здесь мы видим Александра Большунова, непривычной для него майки обычного цвета. Мы привыкли видеть Александра в майке, лидера Кубка мира, в жёлтой майке. Однако не стоит сильно разочаровываться и закидывать Александра камнями. Вчера мы видели его силу, несколько позиционных и технических ошибок на спуске и повороте, на тактной борьбе помешали Александру выйти в полуфинальную стадию. Однако мы верим, что Александр от гонки к гонке будет только набирать свой ход. На дистанцию отправился также Тимен Крюгер, олимпийский чемпион 2018 года в Скиатлоне. Победитель двух коньковых раздельных гонок, 15-километровых с раздельного старта этого сезона. Но, однако, классикой он чувствует себя не столь уверенно. Явный конькист, как говорится, на лыжном сленге. На наших экранах талант из Норвегии. Розовощоки Нюханес Клэба. Лидер общего зачета Турдески, лидер общего зачета Кубка мира. Трехкратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира. Я думаю, его имя сейчас у всех на устах и ассоциируется с борьбой и с Александром Большуновым прежде всего. Эти два спортсмена сейчас привлекают пристальное внимание всех журналистов и любителей спорта к нашему любимому виду спорта. И уверен, что их борьба, зачастую она бывает очная, на финишной прямой, является украшением каждого старта. Спецарские лыжники у нас Бауман приближается к отсечке. 5 километров 800 метров. На наших экранах червоты проходит только первый круг. Посмотрите, очень интересная техника. Одна лыжа в лыжне, вторую он ставит боком полу-елочкой такая. Мы видим Андрея Мельниченко под 30-м номером на наших экранах, однако ведут Ивана Якимушкина. Немножко режиссер перепутал. Наших спортсменов. Ивана еще не видно на наших экранах. Андрею также пожелаем сегодня удачи в этой гонке. Хотя он все-таки специалист конькового стиля и трудно ему будет сегодня продемонстрировать все свои лучшие качества. Сейчас сделаем небольшую паузу и вернемся к вам совсем скоро. Не переключайтесь. Букбекер Паримач дарит фрибет 1000 рублей. Устанавливайте мобильное приложение Паримач и получите фрибет 1000 рублей на свою первую ставку. Пиво Нискотин приближается промежуточной отсечке к бонусной отсечке. 2 километра 400 метров. Пиво идет красивым, размашистым, широким шагом и приближается уже к Денису Спецову. 30 секунд, напоминаю, интервал между каждым стартующим и на наших экранах Нискотин на почти 7 секунд 6,9. Опережает лучшее время и спортсменов, которые прошли до него. Это был Мартин Нюнгетт, норвежский лыжник. Федерико Пеллегрино уходит на свою дистанцию. Вчера довольно неплохо смотрелся Федерико, однако остался без места на подиуме. Очень много перестроений сделал за последние 500 метров. Федерико пытался обогнать Луку Шанова, но французский лыжник перекрыл все возможные пути. И Федерико довольство стало лишь пятым местом. Эмиль Иверсон подходит также к отметке бонусной отметки. 2 километра 400 метров. Проигрывает достаточно много, 15 секунд Иван Исканину. Однако пока что это четвертое место. Алексей Червоткин прошел с 11-секундным отставанием. Андрей Мельниченко пока что на девятой позиции с отставанием 18 секунд. Иван Якимушкин 16. Шестая позиция. Семиков 12 место. 21 секунда проигрыша. Отметим также, что Денис Спецов на отсечке 2 километра 400 метров. На 18-й позиции с отставанием 24,9. Артем Мальцев 15 и 23,5 секунды проигрывает. Пока что на отсечке 3 километра 700 метров. Иван Якимушкин лидером проходит. А вот Александр Большунов со вторым временем проходит отметку 2 километра 400 метров. Надеюсь, что получит довольно количество бонусных секунд. И Франческо де Фабиани вторым проходит 5 километров 800 метров. Уступает Яношу Брюгеру. Но напоминаю, что позади идут наши спортсмены, которые идут с опережением графика этого сильного итальянца. Семен Крюгер также приближается к бонусной отсечке. Посмотрим на его результат. На 4-й позиции с отставанием 10 секунд. Чуть менее секунды он выигрывает у Алексея Червоткина. А со старта ушел Александр Терентьев. Наш молодой спринтер, наделавший шуму за открытие сезона. На этапе Кубка Мира Вкусома. Невероятно большими, мощными шагами отбежал на тяжелейшем подъеме самого Юхана Соклеба, который сейчас как раз на наших экранах. И привлек в своей персоне колоссальное внимание со стороны даже самого Петра Нортуга. Юханус Клеба приближается к бонусной отсечке. Обычно Юханус любит собирать все возможные промежуточные финиши, но чаще он это делает в масс-стартах, когда из глубины атакует, делает резкий рывок в стиле как раз того же самого Петра Нортуга. Но на гонке с раздельного старта этот рывок может сказаться очень плохо в дальнейшей борьбе. Итак, не лучшим образом начал все-таки Юханус Клеба. Лишь четвертая позиция, 7 секунд 9 десятых. А сейчас ведут на отсечке 5 километров по 700 метров Илья Семикову, представителя республики Коми. Илья как раз специалист классического хода, и сегодня у него есть все шансы завоевать путевку на Олимпийские игры. Я уверен, что это огромный успех будет для Ильи, для всей республики Коми, за которой также выступает наша прославленная титулованная лыжница Юлия Ступак. А Дарья Уколония сейчас тащит такую мини-группу, в том числе и Яноша Брюкера, который проходит почти все отсечки лидером, но имеет довольно ранний стартовый номер, 9-й, и позади спортсмены, все-таки многие спортсмены опережают его график. Посмотрите, сколько, как долго и как много проходят спортсмены одновременно бесшажным ходом. Пологий подъем, кажется, что равнина, однако нет, это ошибочное мнение и искажение камеры. Очень много силовой подготовки спортсмены используют в подготовительный период, поэтому могут позволить себе даже на высокогорье, среднегорье, по тяжелому скольжению ехать одновременным бесшажным ходом в пологие подъемы на плохом скольжении. Андрей Миличенко выигрывает у Артема Мальцева чуть более секунды. Пока что пятая промежуточная позиция, и за ним следует Иван Якимушкин. Хочу отметить, что для Андрея Миличенко это довольно хороший результат, промежуточный, и надеюсь, он сумеет удержать скорость. А Иван Якимушкин проходит лидером, как и на предыдущих отсечках. Впереди него спортсмены все идут довольно медленнее. Мы видим, как на двух кругах различных пересеклись наши спортсмены Якимушкин и Терентьев, а со старта отправился Глеб Летивых. Надеюсь, что сумел пережить он не лучшие впечатления от вчерашней гонки и не попадания на Олимпийские игры, однако удачи Глебу сегодня. Не ждем мы сегодня больших успехов от Глеба, однако уверен, что еще будут гонки, даже на этом турдески, спринтерские гонки, на которых наш спортсмен себя покажет и подемонстрирует свой класс. Дарио Колония приближается к отметке 5 километров по 700 метров. Его ведут по времени Алексея Червоткина, который почти в одни ноги с Иваном Якимушкиным проходит, однако Дарио проигрывает, уступает 6 секунд. Довольно плотные результаты в наших экранах Эрик Валнес. С третьим результатом он проходит 2 километра 400 метров. Уступает Александру Большунову, но посмотрите, насколько быстро разогнался Иван Нисканин. Это заявка на, однозначно, заявка на успех сегодняшней гонки, но горы, высокогорье и тяжелое скольжение не прощают ошибок. Уверен, что финские болельщики верят, что опытный Иво рассчитает сегодня силы, как лучший шахматист и математик. Мартин Нюнгет опережает Алексея Червоткина на 2,5 секунды на отметке 5 километров 800 метров. Александр Большунов, посмотрите, ведут сейчас не его, но какими мощными отталкиваниями он сейчас не переходит на чистоту. Это значит, что пока что экономится спортсмен. Идет, раскатывая и экономя силы для того, чтобы удержать взятую со старта высокую скорость. И посмотрите, Иван Нисканин 22 секунды опережает ближайшего преследователя, держит высочайшую скорость. Пока что опередил, он догнал и уже имеет некое преимущество перед нашим Денисом Спецовым. Денис очень цепкий спортсмен, он умеет подхватывать темп спортсмена, который может идти намного быстрее его. Но вот сейчас мы видели, что не сумел он преодолеть некий кризис и вплотную за спину сесть за Иво, за финским спортсменом. Действительно, скорость у Фина необычайно высока сегодня. Мы видели, что часом ранее буквально фамилия Нисканин также звучала на наших экранах. И мы видели ее на первой строчке. Сегодня есть шанс, что, возможно, впервые в истории брат с сестрой сумеют выиграть на этапе Кубка мира в один день на одной и той же трассе. Поэтому сегодня может быть такая историческая гонка. Но мы желаем победы нашим спортсменам, в том числе и Илье Семикову, который проходит довольно уверенно пока что идет. И Александр Большунов подходит к отсечке 5 метров по 700 метрах. Напомним, что на дистанции 3.700 Большунов уступал 13 секунд. Сколько будет сейчас? Ну, примерно те же секунды. Александр даже отыгрывает 2 секунды. Все говорит о том, что Александр идет по нарастающему, по прогрессии. И график его впечатляет. И надеемся, что с каждым метром, с каждым подъемом Александр будет только отыгрывать у лидера пока что в сегодняшней дистанции Ива Нисканина. На дистанции отправляются очень сильные спортсмены из Норвегии. Амундсен, мне кажется, позади него уже сильных, настолько спортсменов не будет, которые могут претендовать на высокие места, на призовую тройку. Поэтому с ним можем закрывать 100 группы сильнейших. Семен Крюгер 20 секунд проигрывает Нисканина, однако на отметке 3.700 метров Крюгер выигрывал у Александра Большунова. Практически шел в одно время. И вот посмотрите, Сюррёте упал, да, был подрезан румынским, наверное, спортсменом. Запнулся сугробы, которые находятся в обе стороны от лыжни. Сейчас выходить из лыжни крайне неудобно. И это, конечно, сильно сбивает бихание, настрой. И, конечно, для норвежского лыжника крайне неудачный момент. Йоханнес Клэба на наших экранах приближается к отсечке 5 метров 800 метров. Желтый номер норвежского лыжника. Лидер турдески, лидер общего зачета. Но уступает довольно много. И мы хотим отметить, что 5 секунд он уступал нашему Александру Большунову. Сейчас уступает 11. Низка не на 22. Это говорит о том, что Александр очень сильно прошел последние 2 километра. И мы верим, что так будет и дальше. Лукаш Анова также вчерашний призер, бронзовый призер вчерашнего спринта. Однако для него сегодня гонка в роли статиста. Но пожелаем удачи каждому, кто вышел на эту трудную дистанцию. Рад вам сообщить, что букмекер Париматч дарит фрибет 1000 рублей. Устанавливайте мобильное приложение Париматч и получите фрибет 1000 рублей на свою первую ставку. Посмотрите, какой пилотон из спортсменов бежит. Три круга по 5 километров сегодня спортсмены преодолевают в этих тяжелейших условиях. В условиях снегопада и Среднегорья. Очень красиво. Картинка, однако, спортсменам сейчас не до красоты, не до пейзажей, которых не видно за плотным облаком, снежным облаком. Эрик Валнес на третьей позиции сейчас на промежуточной отсечке 5 километров 800 метров. Очень высокий результат для такого чистого спринтера. Однако Эрик уже не раз заявлял о себе как спортсмене, способном преодолеть даже 15 километров, особенно классическим стилем. Илья Семиков на наших экранах. Частота движения немножко падает, мощность также. Но Илье сегодня крайне важно преодолеть кризис, преодолеть все свои «не в жизнь и не могу» и смочь завоевать путевку на Олимпийские игры. Напоминаю, что последний шанс для наших ребят, особенно это касается Ильи Семикова, Артема Мальцева, Андрея Мельниченко, Ивана Якимушкина. Это шанс для них использовать сегодняшнюю гонку для себя и использовать ее правильно для того, чтобы в их сторону посмотрело руководство нашей федерации и тренеры при выборе спортсменов, которые смогут представлять нашу страну на Олимпийских играх. Иван Якимушкин проходит лидером на 10-ти километровой отсечке. 10 секунд он выигрывает у Франческо де Фабиани. Но мы видим, что Иванинскани на отсечке 8 км 700 метров выигрывает у Ивана 33 секунды. Не так уж и много. Увеличение отрыва заметно сократилось. А вот Алексей Червоткин, посмотрите, на предыдущих отсечках он шел примерно в одни ноги с Иваном. Сейчас он начинает заметно уступать. Да, уступает достаточно много. Это говорит о том, что Иван добавляет с каждым кругом и сейчас у спортсмена, отправляясь на третий заключительный круг, будет решающим значение иметь, как разложили они свои силы по длинной 15-киометровой дистанции. Уководитель нашей федерации Елена Валерьевна Виальби очень хотела присутствовать лично на этой многодневке, на турдеске и видеть, как спортсмены, ее подопечные и отбираются на Олимпийские игры и борются за звание лучшего на этой тяжелейшей многодневке. Однако, трудности, логистические трудности и ковидные ограничения вынудили Елену Валерьевну остаться дома и по телевизору наблюдать за всеми баталиями. Дарьев Колонья на наших экранах поправляет немножко очки. Прекрасная техника. Дарьев всегда считали эталоном и классической, и коньковой технике передвижения. И он держит марку. Однако, пока что не лучшие скорости демонстрирует Дарьев. За ним пристроились несколько норвежских спортсменов. И Мартин Нюнгет 30 секунд отыграл у четырехкратного олимпийского чемпиона из Швейцарии. Сейчас показывает высокие скорости. Однако, уступает нашему Ивану Якимушкину. И вот лидер сегодняшней гонки. Главный фаворит и лидер, подтверждающий свой статус. 31 секунду выигрывает у Ивана, но до этого он выигрывал 33. Это говорит о том, что скорость финского спортсмена падает. И мы помним, помним, что Александр Большунов следует позади, его ведут. На отсечке 7 километров 400 метров. 13 секунд отделяло Александра. Однако, километр спустя уже 18 секунд Александр проигрывал. Возможно, на спусках Александр чувствует себя не столь комфортно. Также мы можем наблюдать, что спортсмены идут уже пилотонами по 3, 4, 5 спортсменов. И зачастую некоторые спортсмены могут идти не своим темпом, утыкаться и бояться пойти на обгон. Потому что мы видим, что сугробы справа и слева от лыжни, и обогнать довольно сложно. Поэтому некоторые спортсмены предпочитают поэкономиться, сбавить темп на какой-то части дистанции, чтобы затем удержать скорость на последнем 5-километровом кругу. Александр Большунов приближается к 10-километровой отсечке. Посмотрим на его секунды. Уже явно будет уступать Ивани Исканину. Радует, что Иван Якимушкин на второй позиции, но, правда, с огромным отставанием. На наших экранах на переднем плане Глеб Ретивых. Не претендующий на высокие места, однако уверенно едущий дальше по этому туру, по этому 6-дневному, 6-гоночному туру. Александр прошел отсечку 10 километров. Сейчас посмотрим его результат. Да, он на второй позиции. Сейчас нам показывают финишную отсечку. А пока мы можем сказать, что наши спортсмены, к сожалению, не все могут жить на той высоте, на которой соревнуются. Ревнуются, очень плотно заняты гостиницы в это рождественское время, в этом довольно популярном курорте Швейцарии, Лензахайде. Поэтому они вынуждены жить на уровне 800 метров, подниматься сюда и выступать на большей высоте. Для кто-то и для кого-то это остается незамеченным. Некоторые спортсмены, возможно, которые не в самом амтибальном сейчас состоянии, заметнее реагируют на эти перемены. Семен Крюгер, шестая позиция на 10-ти километровой отсечке. И также борется за сегодня очень высокие места. Во французы сейчас устроили чемпионат своей страны на финишной прямой. Однако, как мы видим, 16-й номер, стартовавший позади на 30 секунд, догнал своего соотечественника и выиграл у него 30 секунд. Йоханес Клэба на наших экранах подходит к отсечке после двух 5-километровых кругов. И мы посмотрим, как он идет. Всего секунду выигрывает у Ивана Якимушкина. 30 секунд проигрывает он лидеру Ивана Нисканину. Довольно хорошую гонку проводит норвежский лыжник, которого многие относят к спринтерам, к чистым спринтерам. Однако Йоханес уже в этом сезоне не раз заявлял о себе как о универсале, способном показать лучшие гонки, лучшие секунды даже на длинных гонках. Промежуточный лидер занимает положение на троне. Посмотрите, какая чистота движения у Ханческо де Фабиани. Вот он умеет это делать. Бегом включается практически по спринтерски. И сейчас идет довольно на хороший результат Ханческо. Мы видели несколькими минутами ранее, как Маркус Крамер, тренер нашей команды подбадривал. Многие подумают, почему немецкий тренер со сборной России подбадривает итальянца. Но я уже говорил ранее, итальянец тренировался со сборной России в этом сезоне. И проходит лидером, уверенным лидером, 22 секунды. Поэтому поддержим также ставшего нам почти родным итальянца. Андрей Мельниченко на наших экранах. Уступает уже более минуты Ивану Якимушкину. Сложно для Андрея сегодняшняя гонка проходит. Не его любимым стилем, однако борись, борись Андрей. Норвежский лыжник Гидрит Тонсер, чемпион мира и олимпийский чемпион, приближается к финишу. На котором пока что промежуточным лидером является итальянский спортсмен Франческо де Фебиани. Норвежец явно уступает уже более 20 секунд. Борется пока что только за вторую позицию. 22 секунды он уступает итальянцу, готовившемуся в стане российской сборной. Но мы ждем наших ребят. И вот Александр Бальжунов. Отсечка 12 километров 400 метров. Всего 2,5 километров до финиша. И ведут его по времени лидера Ивани Исканина. Напоминаю, что в районе 15 секунд, плюс-минус несколько секунд держится уже довольно долго разрыв между двумя лидерами. Хочется напомнить, что и на Олимпийских играх 2018 года на марафоне 50 километровым классическим стилем. Эти два спортсмена до самого последнего круга боролись между собой. И только тактическая ошибка и не вовремя помененные лыжи помешали Александру победить. Атака 17 секунд. Да, практически такой же отрыв и держится. Александр на второй позиции пока что. Опасность представляет идущий позади Эрик Валнес, который довольно неплохо прошел все предыдущие отсечки. И Иоханнес Клеба, который довольно уже много отстает. Посмотрите, 10-ти километровая дистанция и Пол Голберг вмешивается в борьбу за сегодняшнюю тройку сильнейших. Первый из наших спортсменов Илья Семиков. Хорошую гонку провел сегодня Илья. Смотрим на его секунды на финише. К сожалению, уступает он и Тонсету и Брюгеру. 27 секунд отставания от Де Фабиани. И думаю, что сложно будет сегодня рассчитывать на десятку сильнейших Илье. На отсечке 5,8 Илья проходил 14-м. Далее на отсечке 10,8. 13-я позиция с отставанием минуты 0,6. Посмотрите, Иван Исканин сбрасывает шапку. Это прием используется многими спортсменами. Из российских можно отметить Ивана Артеева, Петер Нортук часто так делал. Это такой психологический прием для самого себя, когда спортсмен уже включается на полную, без оглядки на соперников и на свои мучительные ощущения. А на финише тем временем Иван Икимушкин, помешочный лидер. 19,5 секунд выигрывает у итальянца. И сейчас займет место. Ох-хо-хо! 38 секунд у Икимушкина выигрывает Низканин. И сброшенная шапка позволяет ему добавить еще к своему отрыву. Йоханнес Клэба 33 секунды, от Большуновой 16 секунд. И я думаю, что Йоханнес уже не претендует на первые две строчки сегодняшней гонки. Интересно, выучил ли несколько фраз Франческо де Фебиани, чтобы поздравить Ивана Икимушкина с успешной гонкой. Отметим, что Иван прошел отсечку 10 километров, 800 метров. Пока что с четвертым результатом, но с пятым уже. Но уступает всего 5 секунд он Полу Голдбергу, идущий на третьей позиции. И всего одну десятую Йоханнесу Клэбу. Поэтому борьба за тройку сильнейших будет сегодня ожесточенная. Алексей Черводкин приближается к финишу. Алексей, который уже квалифицировался на Олимпийские игры. В Китае сейчас борется со временем Артема Мальцева. Посмотрите, как плотно наши ребята разместились. Очень плотно они сегодня стартовали друг за другом. 5 спортсменов. Также плотно они пока что на финише. Икимушкин первый, Семиков пятый, Черводкин шестой, Артем Мальцев на седьмой позиции. Мельниченко, к сожалению, в концовке гонку провел не столь успешно, и не хватило Андрея. 14-я позиция, промежуточное составание, минута 25 от Ивана. И Иван Нисканин на финишной прямой. И, я думаю, можно назвать его победителем сегодняшней гонки. А это значит, что брат и сестра сегодня одержат победу. Да, Ива уже радуется и уверенно, уверенно расправляет руки. Как Орел расправляет крылья. За ним финиширует Дарью Колония. Герту Нисканин одержала победу сегодня на 10-километровой гонке. Ива Нисканин, ее младший брат, выигрывает 15 километров. Браво семье Нисканин. На прошлом уикенде, сейчас сделаю небольшую ремарку, Денис Спецов финишировал на четвертой позиции. Прекрасный результат для Дениса. Посмотрите, он опережает и Илью Семикова, и Алексея Червоткина, и Артема Мальцева. И для Дениса это много значит, потому что Денис все-таки славится как специалист коньковых гонок, коньковых дисциплин. И то, что он сегодня продемонстрировал высокие скорости на классической гонке, говорит о том, что Денис набирает форму. И я считаю, что нужно его включать в состав олимпийской сборной и рассчитывать на то, что Денис будет добавлять январь, февраль. И мы увидим того же Дениса, которого видели 4 года назад в Корее. Напоминаю, что Денис является призером 15-километровой гонки с раздельного старта на Олимпийских играх 2018 года. Это очень престижная награда, индивидуальная награда, которой не было у нас несколько десятилетий. Но вот Денис сумел добыть ее для нас, бронзовая медаль. И, можно сказать, действующим призером Олимпийских игр является Денис. А на наших экранах наш лидер, могучий Сан Саныч, Александр Большунов, мчится, ну, надеюсь, к серебряной медали сегодняшней гонки. В 19 секунд он уступил победителю Иванис Канину. Примерно в одни ноги они прошли вторую половину дистанции. Это говорит о том, что сервисмены сегодня сработали прекрасно, потому что то, что лыжи работали у финского спортсмена прекрасно, мы можем не сомневаться. Мы видим довольного Ива Нисканина. Над ним держат зонтик от того, чтобы он сильно не намокал от этого мокрого дождя, идущего стеной, мне кажется, усилившегося даже. И Йоханес Клэба без очков решил бежать сегодня, без какого-то козырька, прищуром бежит и борется за тройку сильнейших сегодняшней гонки. Чурлёте, специалист конькового стиля. Мы видели, сегодня было досадное падение у него. Не лучшая гонка в его активе. Почти две минуты отставания. А напоминаю, что все отставания в сегодняшних гонках будут суммироваться в сумме двух дней. Александр свысока смотрит на норвежца. Ждет и хочет поблагодарить за борьбу. Молодец, Александр. Правильно, нужно постоянно коммуницировать со своими конкурентами. Соперники и, может быть, даже враги, они только на дистанции. После пересечения финишной прямой они могут быть и товарищами. Три норвежца норвежским поездом заезжают на финиш. И мы смотрим, ведут Йоханеса Клэба по времени Ивана Якимушкина. И опережает на три десятых секунды. Как же жаль. Всего три десятых секунды Йоханес сумел вырвать у нашего Ивана. Так они примерно и шли, можно сказать, в одни ноги. И финиш отработали оба одинаково хорошо. Но вот эти спринтерские чувства и ощущения Йоханеса помогли ему сегодня вырвать несколько десятых у нашего лыжника. Посмотрите, насколько тепло сегодня в Лензерхайде. Без какого-либо термобелья бежал финский лыжник. Многие сегодня одеваются полегче, потому что во время прохождения гонки организм разогревается за счет высокого пульса и становится бежать. А посмотрите, видно, что этикетка, насколько я понимаю, даже видна у Йоханеса Клэба. Но его красивая желтая майка лидера затмевает любую одежду. Эрик Валнес довольно успешно прошедший первую половину гонки. И на многих отсечках он был в тройке сильнейших. Вторую часть немножко сбавил. Возможно, не нашлось ему попутчиков довольно сильных, которые могли поработать с ним в паре. И вот в одного вот так вот Эрик Валнес, к сожалению, уже выпадает из тройки сильнейших. К сожалению, для него, к счастью, для нас. Сейчас ведут его уже по времени Дениса Спецова. Да, уступает он чуть менее секунды Денису. И это говорит о том, что Денис действительно провел сегодня блестящую гонку для себя. И уверен, что руководство нашей Федерации сделает правильные выводы из сегодня заключительной гонки в отборочной цикле к Олимпийским играм. Решар Жуф очень хорошо сегодня пробежал. Спринтер, чистый спринтер сборной Франции, который вчера завоевал серебряную награду. Второе место сегодня опережает многих наших дистанционщиков, многих наших ребят. Артема Мальцева в том числе. Вплинивается, разбавляет наших спортсменов. И будет занимать довольно высокое место по сумме двух дней соревнований. Хочется отметить, что на отсечке 2,4 км были бонусные секунды, которые получали 10 лучших результатов промежуточных. И 15 секунд получит Иван Исканин, 12, Александр Большунов, Эрик Валнес 10 секундами будет довольствоваться. И дальше по списку Мартин Нюнгетт, Йоханес Клэба, Симен Крюгер, Алексей Червоткин. Также получат дополнительные бонусные секунды, минус к своему общему времени по сумме двух дней. Пал Голберг, Эмили Иверсон и Януш Брюгер. Остальные наши ребята, к сожалению, не сумели десятку сильнейших на бонусные отсечки попасть. А Пол Голберг, отсечки 13,7, третью позицию занимает. И это значит, что борьба за тройку сильнейших еще впереди. Из ее выпал Эрик Валнес, который на наших экранах сейчас финиширует. Посмотрим, сумеет ли он на финише добавить и опередить Дениса Спецова, но нет. Уступает он ему порядка 5 секунд, 4 секунды. Седьмая позиция у Эрика. Денис пока на высокой шестой. И мы ждем Пола Голберга в борьбе за тройку сильнейших. 12 километров 400 метров. Мы видим на наших экранах, это результаты промежуточной отсечки. Иван Исканин, Александр Большунов и Бал Голберг. Так выглядит тройка сильнейших на данный момент за 2,5 километра до финиша. Остальные наши ребята за 2,5 километра до финиша расположились на 5-й позиции. Иван Якимушкин, 8-й Денис Спецов, 10-й Алексей Червоткин, Илья Семиков на 13-й позиции. Ждем. Совсем скоро завершится эта тяжелейшая гонка. По результату победителя мы можем наблюдать, что не самое быстрое скольжение было. И вот Пол Голберг. Сейчас будет решаться судьба бронзовой медали сегодняшней гонки. Сумеет ли он опередить своего соотечественника Юхануса Клэба, который всего 30-й вырвал у Ивана Якимушкина. И да, довольно много он выигрывает. 9 секунд в борьбе за третью позицию. 6 секунд он уступает Александру Большунову. Поздравляем норвежца. Напоминаю, что вчера он также высокое место занял. 6-й позицию он сбежал в финальном забеге. Александр Терентьев на 19-й позиции. Довольно неплохо для, ну, такого, наверное, ярко выраженного спринтера, который все-таки тренируется по системе Александра Большунова в группе Юрия Викторовича Бородавка. Колоссальные объемы выполняют спортсмены. Что позволяет даже на тяжелых дистанциях 15-ти километровых Александру достойно выглядеть в двадцатке сильнейших. Поздравляет представитель фирмы лыж и ботинок своего подопечного, своего спортсмена. Изобилие различных спортивных брендов и нет однозначной рекомендации, на каких лыжах лучше бежать. Дело вкуса, дело маркетинга и дело каких-то индивидуальных спонсорских контрактов заставило Ивани Исканина сменить после нескольких успешных сезонов, сменить лыжи, марку лыж и, тем не менее, демонстрировать высочайший уровень результатов, продолжать оставаться на топ-уровне. Это показывает то, что все-таки решают не лыжи, решает спортсмен. И сегодня Иван Исканин безупречен и в этом сезоне на 15-ти километровых гонках он пока что непобедим. Однозначный фаворит сегодняшней гонки и однозначный фаворит он будет на Олимпийских играх, где, напомню, будут спортсмены состязаться в аналогичной дистанции 15 километров классическим стилем с раздельного старта. Александр Терентьев на финише, борется за двадцатку сильнейших со временем ударя колонии. На 18-й позиции прекрасную гонку Александр проводит. 29 января наша команда вылетает уже на Олимпийские игры, Пекин, и там будет акклиматизироваться к часовым поясам, проходить высокогорную акклиматизацию и жить в неком пузыре. Только Олимпийская деревня и стадион будут доступны всем спортсменам, аккредитованным, членам нашей делегации. Однако даже не все, весь обслуживающий персонал и сервис бригады смогут жить в Олимпийской деревне. На 16 спортсменов, всего 8. 8 человек персонала будут проживать вместе с ними в Олимпийской деревне, остальные же будут в гостинице жить. Мы видим Александра Большунова, который занял сегодня второе место. Перед этим Пол Голберг, третье место в сегодняшней гонке. Поздравляем нашу команду. Победу одержал Иван Нисканин. Финишировший без шапки. Уверенная победа. Две победы в семье Нисканина за сегодняшний день. А нашу команду мы поздравляем с бронзовой медалью Натальи Непряевой, серебровой, Александра Большунова. Вся борьба на турдеске еще впереди. Из сильных спортсменов на дистанции только Король Амундсен. Бронзовый призер чемпионата мира 2021 года. Однако Амундсен предпочитает больше коньковый стиль. Но ведется он пока по пятнадцатой позиции. И не претендует сегодня на высокие места уже. Снег продолжает идти. Мы видим награждение девушек после сегодняшней гонки. И желтую майку лидера за счет от Урдеския надела Керту Нисканин, сестра Иво. На второй позиции сегодня была Эбба Андерсон. На третьей наша Наталья Непряева. С тем мы ее поздравляем. Первый подиум этого сезона. Первый личный подиум. Уверен, что Наталье это придаст положительных эмоций. И от гонки-гонки она будет показывать потрясающие результаты. Все лучше и лучше. Далее Турдеския отправятся в Аберсдорф. И в пятницу мы будем наблюдать масс-старты коньковым стилем у мужчин и женщин. В субботу классический спринт также в Аберсдорфе. Обязательно смотрите за этими интереснейшими контактными гонками. Не пропустите трансляции наши. Всем спасибо за внимание. Это был Александр Панжинский. И мы поздравляем нашу команду с сегодняшними двумя медалями. Лучшие моменты сегодняшней гонки. Где была борьба не только спортсменов, но борьба сервис-бригад. И в которой наши сервисмены, наши смазчики явно не проиграли, а уверенно поборолись. Были и досадные падения, но и была жестокая борьба. Борьба ожесточенная, в которой Александр занял второе место. Поздравляю. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...